Валерия и Наташа Мы, Игорь и Юлия Литиковы От нашей семьи Дарим вам вот это изображение Святого Пантелеймона То есть это ценитель, врач Вы тоже по специальности врач И моя жена тоже врач по специальности Это ручная работа Ручная работа, это вышитое все руками Изображение, конечно, было сделано Я уже буду не оригинально, конечно Но в первую очередь я хочу Мы поздравляем супруги Дебуновы Это секретарь общины, а я чтец Здесь в общине Поэтому Наталья нам сестра в Христе И очень мы давно с ней знакомы Она с 94-го крещена 10 июля А мы с женой крестились в 96-м году 7 июля То есть через два года после нее Поэтому, видите, мы очень тесно уже общаемся Ну и со Христом вместе давно Очень И мы Я прочитал все ваши Все люди, как приехали к Христу Очень интересно А вас мало, видите Но у нас так идет не оригинальным образом Мы хотели бы расширить Даже больше, чем в житиях святых Написать о жизни во Христе Людей, которые искренне обратились к Богу Не так, что просто захожане Как обычно называют Или там воцерковленные А настоящие Святые люди То есть вот Ну и никто не побоится себя назвать святыми И доказать это Кто такой святой Вот протестанты спокойно об этом говорят У нас же в православии Это как бы не принято Это говорят Это интимное Это нельзя выносить А Господь говорил Закрой дверь, когда молишься за собой Не будь лицемером А потом Выходи на благовестие И слова Господни Похвально возносить всем Это слова царевы прячь А царевы слова Это земное Ну а что земного у нас мало остается Когда мы идем открыто ко Христу С открытым забравом Как говорится Я во-первых Хочу отметить Что это первое бракосочетание Которое я посмотрела От начала до конца Потому что всегда я возле котлов Помогаю свадьбу организовывать И всегда это проходит мимо меня И я конечно сегодня Была просто счастлива Чтобы я смогла помолиться О том Чтобы у вас была истинная христианская семья И вот Игнатий Тихонов Говорил об ассоциации О Голубок вспоминал А я вспомнила У нас знаете Проходят концерты У нас был Рождественский концерт В этом году Я тоже хочу Такую ассоциацию провести У нас Наташа Изображала Деву Марию Я увидел Да-да-да И она стояла с младенцем на руках Рядом с ней был Седобородый супруг ее Ну вот так что надеюсь Что это ассоциация Ну что мы можем подарить Я думаю Что вы уже Такой сложившийся Состоявшийся мужчина Уводите Наташу В богатую страну Мы тут живем просто По-бедному Поэтому Мы Вы богатые Духовные богатые Вообще Да-да-да Такого не увидел И так был ударен На все На вес вообще Приезжайте в гости Не имею слова Сказать И вот у вас Видите Одна большая семья Богу Еще побудите немножко Утишитесь И помолитесь Ну вот иконы Ваш домашний иконостас Я не думаю Что у вас это есть Батюшка, пожалуйста У вас уже три иконы Ну вот мы продолжаем И дарим четвертую икону Это тоже Работа не закончена Так как все это было Неожиданно для нас Я вышивала эту икону Я не знала для кого Но я чувствовала Что куда-то Вот она пойдет В добрые руки Я хотела именно Для кого-то сделать Она еще не закончена Видите Нет Она еще не дошита Тут немножечко Травки осталось Но Учитывая что Наташа еще не встел Все дела здесь свои закончила Она еще с нами побудет Да Как икона не закончена Так и дела не закончены Как вот И я тут закончу травку И Наташа еще походит По потеряевской травке Так что это пусть тоже будет Еще одна затратная И это будет вот Еще одна икона Для вашего домашнего Как икона Сделайте И получат правила Еще Игорь Иванович много мест писания привел Все места писания Супружести Вот у нас выписаны Основные Вот здесь Можно прочесть Я бы хотел сказать И Наталья тоже Ну уже Как бы между вами Обращаюсь к вам Валерий Мы с сестрой беседовали Такие у нас были Как говорится Уединенные разговоры Ну мы любили побеседовать Ну как брать сестрой конечно И она мне два раза задавала Один и тот же вопрос Она может быть этого не помнит В первый раз Когда мы с ней познакомились И мне Игнатий Тихонович доверил Ее везти в лес На прогулке Где мы встречались Она в больницу Нужно было зайти К маме По-моему там мама Ну не знаю По-моему Это был 96 год Начало Самая еще зима И он так меня глядел И говорит Ну ладно Вот ее проводишь Потому что братья уже все уедут И мы съехали И она мне спрашивает Скажи Вот Я правильно общаюсь Ну я уже мужчина Старше ее Правильно я с мужчинами общаюсь Или неправильно я общаюсь С мужчинами Я говорю Нет ты неправильно общаюсь С мужчинами Так нельзя Она не поняла это Ничего Ну промолчала Благодарю тебя за это А потом прошло несколько лет Ну где-то наверное лет 5 уже Не помню Больше может И мы с ней ехали Как-то на трамвае Первые номеры далеко Так ехали Я тоже ее провожал Она там жила Чтобы темно У нас так провожают Братья и сестер Чтобы Ну это понятно По темноте Чтобы не ходили Ну это опять же были дела Благочестивые у нас Поэтому Она не остается никогда В темное время суток Гулять она не ходит Вечером Я так думаю Правильно Но это написано в Слове Божьем И она мне опять задает этот же вопрос Опять А я правильно Обращаюсь Разговариваю Со взрослыми мужчинами Ну опять мы с ней поговорили Говорю Наталья Ты неправильно Я вижу она на меня Ну если не обиделась То расстроилась Очень сильно Поэтому Валерий Научите ее правильно Разговаривать с мужчинами Потому что Так до сих пор Она и не поняла Кто такие зрелые мужчины И как с ними правильно разговаривать У нее слава Богу не было утром Да Это чистота Понимаете Поэтому Я вчера попросил Наталью Наталья говорю Как вчера Ты мне позавчера отвечала Утром Когда я спросил У тебя правда замуж вышел или нет А она мне ответила Ну я не буду говорить Как И я говорю Наталья Вот так пожалуйста Своему мужу Никогда не отвечай Она мне дала слово Что она никогда не будет так отвечать То есть она должна Всегда улыбаться Говорить кротко Нежно Да господин мой Я научусь тебя любить Как надо И есть такая пословица Назвался груздем Полезай в кузовок Это русское Кузовок это такая Крозинка Куда складывают Подрезай грибочки Поэтому помоги вам Господи Вот по местам Священного Писания жить Мы с моей женой С супругой Перед тем Как венчаться Мы не виделись Пять месяцев Потому что я приехал С Колымы Ну там где гулаг Это там очень холодно Она там еще оставалась И ровно пять месяцев Мы с ней не виделись И когда она приехала Я сказал Мы с тобой не можем жить Как супруги Потому что мы не венчаны Она конечно Очень удивилась Был большой У нас Скандал Но все закончилось чем Тем что мы верующие люди Оказались оба Это Господь нас так проверил Мы взяли тогда Новый Завет Раскрыли Новый Завет И все места Все вот эти места Мы все прошли О супругах Как жить Семейной жизнью И когда мы все прошли Мы с ней постановили Такой заключили между собой Союз Жить только по этой книге Только по Новому Завету И вот мы уже живем с ней С 96 года Венчаны Батюшка нас венчал И все время живем Только по Новому Завету Если какие-то острые углы У нас возникают Какие-то вопросы Мы сразу прибегаем Слово Божьему Ну у нас видите Какая здесь семья огромная И старицы наши Старшие сестры помогают И братья И наставники у нас Батюшка какой И наш духовный отец И наставник Игнатий Тихонович Всегда прибегаем Так руки освободите Ну и сейчас Одну минуточку И сейчас я как официальное лицо Вручаю вам свидетельство О таинстве брака Все Вы теперь Не только перед Богом Разрешите вас еще поздравить Прекрасно Помоги Господи Благослови Господь вас Наталья Я тебя Помогите Господи Благослови тебя Господь Спасибо Можно поздравить Икону положите там зиму Зиму Возьми Берите святые иконы Я вас поздравляю С великим танецом Поздравляю Желаю Что вы любили Друг друга Чтоб хранили вы друг друга Чтоб Господь вам дал мудрости Уступать друг другу Поддерживать друг друга В любые минуты И вот Я дарю вам эту книгу Она конечно Это Афроапостола А вы чтобы были последователями Апостол Боги спасение мое И слава моя Крепость силы моей И упование мое В Боге Надейтесь на Бога Молитесь Ему И Он сохранит вас Вот здесь есть такой эпиграф Во всю землю Из-за девищания их И в конце вселенной Глаголы их И я молюсь И вся община наша Будет молиться Чтоб вы стали благовестниками Вы стали апостолами До конца вселенной Храни вас Господь Так положите книжку Я сюда дам живое Посмотрите Вот какая голубка Она как ручная Только держать надо Вот и хоколок Какой-нибудь шильончик А на ногах Какие у нее шпоры Это вам Напротив белой рубашки И вы будете держать Монета расплакните Держите Только не выпустите А хоколок держите А Наталья Белую голубку Вот он какой Шильончик на голове А на ногах Какие шпоры Они летят И через голову Кувырком идут И на улице И здесь сфотографируйтесь Под ножки Его поджимай Под себя Чтобы были А так держите К ней выпускай Вот так Держите Чтобы на счету Рубашку Вот так держите Она будет Контрастно Так держите Так не давите Он нас сделал Разными Он нас сделал Друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Иисус стал нам другом Мы на деле узнали Он врачует недуги Уталяет печали Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Он дарует спасенье Мир и радость без меры И второе рожденье Только искренне веруй Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Мы так же поздравляем вас Желаем вам всех благ от Господа И мы вот пожилые сестры Мы все очень за вас рады И конечно и переживаем и молимся Помоги Бог и все устрой во славу свою Конечно большие перемены в жизни Другая страна Ко всему нужно будет привыкнуть Всего и многому научиться Пусть Господь поможет Валера Если только плотское будет Все это исчезнет Это все пролетит Написано День как Микина Микина Это когда зерно веет Она отливается Сразу ставь высокую планку Не зря митрополит ее выделил Вы ему рассказали Она вам все расскажет Пусть она чаще обращается К своей биографии Она прямо говорит Она не отрезает себя Я на занятиях услышала Я блуждала Бог открыл Без слова Божия нет